Игорь Юшков, и у Путина, и у Алиева одинаковый взгляд, оба считают, что нельзя политизировать энергетику Азербайджан является надежным партнером Европы в области поставок газа, эта фраза Ильхама Алиева в интервью испанскому изданию E.L.Pace стала не просто формальным заявлением, а буквальным приглашением к сотрудничеству. Проект Южного газового коридора, обеспеченный поставками азербайджанского газа на данный момент, серьезная альтернатива всем другим поставкам газа в Европу не только из-за своих экономических выгод, но и из-за своей минимальной вовлеченностью в большую политику. Поэтому странам Европы и вправду есть из чего выбирать. А в условиях новой реальности постпандемического мира, где потребность в газе и цены на него растут с каждым днем, Европе стоит принимать решения как можно быстрее. Мы знаем, что спрос на природный газ в Европе будет расти из-за некоторых решений, принятых отдельными странами в рамках их энергетической стратегии, также отметил Алиев в своем интервью и прозорливость этого заявления сложно не отметить. Также в интервью прозвучала и другая интересная мысль президента Азербайджана, тема конкуренции Азербайджана и России в вопросах поставок газа в Европу безосновательно политизирована, считает Ильхам Алиев, отметив, что этот вопрос никогда не обсуждался с президентом РФ Владимиром Путиным. Могу вам сказать, что мы никогда не обсуждали этот вопрос. Мы регулярно встречаемся несколько раз в год и постоянно разговариваем по телефону, но он никогда не поднимал эту тему, отметил Алиев. Как известно, суммарные поставки газа по юг рассчитаны на 16 миллиардов кубометров в год, из которых 6 миллиардов кубометров, в западные регионы Турции, по турецкому участку Танаб, 10 миллиардов кубометров, в Европу, по продолжающему турецкий и южноевропейскому участку ТЭП. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. В 2021 году Азербайджан планирует поставить в Европу по юг более 5 миллиардов кубометров газа. Каков в действительности потенциал и перспективы юг для Европы, как в своей газовой политике в Европе, Азербайджану и России удается соблюдать обоюдный баланс интересов, возможно ли взаимодействие и сотрудничество между юг и Газпромом. Россия и Азербайджан поставляют газ в Европу и как минимум на рынках нескольких стран являются конкурентами, Турция, Болгария, Греция и Италия. У потребителей в этих странах теперь есть выбор у кого купить газ, у Газпрома или у Азербайджана. Но конкуренция не является конфликтом. Об этом сказал в беседе с Минвал, Эйзи-аналитик российского фонда национальной энергобезопасности, эксперт финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков, добавив при этом, что Баку и Москва прекрасно находят общий язык друг с другом. Это нормальная экономическая ситуация. И лидеры двух стран, Путин и Алиев как раз это хорошо понимают. Поэтому не вмешиваются в нормальную экономическую конкуренцию. У них одинаковый взгляд на поставки газа, оба считают, что нельзя политизировать энергетику. Именно поэтому они и не обсуждают поставки газа в Европу, отметил аналитик. По мнению Юшкова, лидеры двух стран поступают очень грамотно, деполитизация газовой сферы повышает конкурентоспособность газа как топлива в Европу. По словам эксперта, многие европейские политики говорят, что нельзя зависеть от газа конкурентного производителя, так как страна-поставщик использует газ в качестве энергетического оружия. Поэтому Россия и Азербайджан пытаются лишить сторонников ВИН, возобновляемых источников энергии, и энергоперехода такого аргумента. А если все видят, что никакой политической составляющей в поставках газа нет, то и обосновать, почему надо отказаться от использования метана, крайне сложно. В итоге только экономический ВИН конкурировать с природным газом тяжело, отмечает Юшков. Однако, по его словам, вряд ли мы увидим совместное использование системы ТЭП-ТАНАП. Так как эти трубы строили инвесторами с азербайджанской стороны из расчета экспорта газа с месторождения Шах-Денис-2, такие ожидания маловероятны. На российский газ газопровод не рассчитан. Аналогичная ситуация и с турецким потоком, там нет места для азербайджанского газа. Но Европа, может в целом обе трубы считать частью Южного газового коридора, резюмировал наш собеседник.